Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Перед нами пятая, заключительная глава «Плача и Иеремии», посвященного разрушению Иерусалимова из каменного Ходоносора в 586 году до Рождества Христова. В главе также 22 стиха по количеству букв еврейского алфавита, как и в предшествующих главах. Иудейские комментаторы считают, что тем самым пророк подчеркивает, что Израиль согрешил против всего закона, то есть от первой до последней его буквы. При том же количестве стихов глава, однако, уже не является акростихом, то есть лишена всякого поэтического метра, которым написаны предыдущие главы. Это отличие столь бросается в глаза, что, например, блаженный Феодорит Кирский прямо заканчивает свой комментарий на «Плач» четвертую главою, считая пятую, по-видимому, не принадлежащую к основному объему текста. Среди современных исследователей Библии нет единого мнения по данному вопросу. Хотя, в общем-то, большинство придерживается позиции, что первая глава написана до разрушения города, а последняя через некое существенное время после. И, как бы, таким образом является отражением того самого народного покаяния, которого так чаял пророк, но которое, увы, родилось только после всех описанных ужасных событий. Но, нужно заметить, сама целостность авторской задумки с кратными 22 или же равными 22 главами свидетельствует в пользу единства произведения, разные части которого, конечно, могли выходить из-под пророческого пера не одновременно. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, призри и посмотри на поругание наше. В древнейшем и авторитетнейшем переводе Ветхого Завета на греческий язык, в септуагинте, переводе 70 толковников, этот стих прямо предваряется ремаркой «молитва Иеремии пророка». Ее же сохраняет и самый авторитетный перевод Ветхого Завета на латынь, осуществленный блаженным Иеронимом Стридонским, вульгатором. Сама его форма и словоупотребление наиболее приближают эту главу к классическим плачевным псалмам Израиля, как 44, 78 или 82. Автор вновь перечисляет те бедствия, которые обрушились на Сион, но в этот раз не для того, чтобы излить скорбь или предъявить обвинение Богу, но чтобы вновь просить Его о милости, о новом вхождении Его в силе и славе в жизнь народа. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным, мы сделали сиротами без отца, матери наши как вдовы. Уже оплакивал пророк и народ, и драгоценности храма, вывезенные в Вавилон. Дома же, перечисшие к иноплеменникам, это след стандартной политики империи, желающей перемешать свое население, выплавить из него новый единый народ, не питающий в себе, не носящий никаких особенных экстремистских ожиданий. Поэтому, как в свое время Ассирия, захватив территорию Северного Царства Израиля, привела туда новые народы и наоборот вывела большинство еврейского населения со своей отеческой земли, так же поступает, в общем-то, и Вавилон. Множество израилетян уведено в Месопотамскую столицу, а к оставшемуся народу земли, то есть к простолюдинам, приведены представители каких-то иных народов, населяющих империю. Поэтому дома пленных и переходят к иноплеменникам. Оплакиваемое сиротство двойного рода. С одной стороны, это потеря правителя, который как раз был столь поэтично назван в предыдущей главе «Дыхание жизни нашей», а с другой стороны, более страшное и радикальное явление – богооставленность, запечатленное тем, что язычники беспрепятственно вошли в Святейший Дом Господень. А это возможно лишь в виду того, что хозяин, как и обещал, покинул это свое владение. «Воду свою пьем за серебро, дрова наши доставляются нам за деньги, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха». Описываемая ситуация, видимо, имеет место в какой-то достаточно непродолжительный период времени и, скорее всего, не связана с непосредственным проживанием еврейской диаспоры в Вавилоне. В отличие от Египта, в Месопотамии евреи не находились в рабстве. И наоборот, даже многие юноши из знатных родов были приближены к двору, как рассказывает нам, например, история трех еврейских отроков или самого пророка Даниила из одноименной книги. Интересно осмысливает вавилонский плен поздняя иудейская традиция, продолжая, кстати, ветхозаветное богословие уподобления отношений Бога и его народа отношения мужа и жены. На вопрос, почему Израиль за грехи свои отправляется в Вавилон, а, например, не в Египет, раби Иоханнен бен Закай замечает, потому что рот Авраама происходит оттуда, куда отсылает муж согрешившую перед ним жену, в дом отца ее. Протягиваем руку к египтянам, к ассирианам, чтобы насытиться хлебом. Мы многократно описывали исторические перипетии, происходившие с Израилем в отношениях со своими грозными соседями. Замечу, что палестинский регион сам по себе практически не привлекал ни Вавилон, ни Египет, но всегда занимал их внимание как территория буферной зоны, позволяющая одному государству чужими территориями отделиться от воинственного соседа. Так небольшое иудейское царство в худшие свои годы становилось заложником, в общем-то, чужих политических игр. Отцы наши согрешили. Их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Вот это очень популярная установка не только в пленном Израиле, но и во все времена. Виноваты отцы наши. Мы же лишь невинные жертвы, сполнопьющие чашу последствий их злодеяний. Несвободны, кстати, от такой теологии и мы. Против этого тезиса яростно восстает Господь в книге пророка Иезекииля. В те дни эта идея обрела форму в поговорке «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомены». Это снятие из себя вины вызывает в Боге гнев. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле». Это 18 глава у Иезекииля. И объясняет, что всякий несет ответственность за собственные, а не за отеческие или не за родовые грехи. Он говорит, «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца. Отец не понесет вины сына. Правда праведного пребывает с ним и остается, а беззаконие беззаконного при нем и останется. Если беззаконник обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все мои уставы, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» То есть не только предки жителей разрушенного Иерусалима творили неугодное в очах Господа, но и сами они ни в чем не отличались от своих отцов, потому и настал в их истории день ужаса и мрака. Но Господь указывает, что во всем этом он не ищет просто удовлетворение справедливости или возможности излить свой гнев. Нет, он говорит, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь. Но обратитесь и живите. Та же 18 глава из Икии. Да то есть только для жизни и блага, только этого для своего творения ищет Бог. Рабы господствуют над нами и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша подчернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их. Лица старцев неуважены. Повешенные князья, неуваженные старцы, обесчищенные девы. Все это дело рук завоевателей, да то есть вот тех самых рабов Навуходоносора, господствующего теперь над покоренным Израилем. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ножами дров. Размол зерна в больших жерновах, к которым впрягали, например, ослов, на то время еще не был известен. И поэтому тяжелая работа вращания ручных каменных жерновов в больших объемах, ну например, для дворцов, часто производилась узниками, либо военнопленными, либо должниками. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. Венец, да, в общем-то, знак царской власти. В данной метафоре пророк и народ рыдают о том, что само время самовластного правления их владык миновало, то есть упал венец, и теперь они вынуждены подчинены иноземцам. От всего-то изнывает сердце наше, от всего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Часто через поселение диких животных на местах прежней многолюдных городов Библия указывает на предельное разрушение этих древних твердынь. И, пожалуй, самое живописное описание такого запустения приводится в книге Исаии. Он пишет, «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет не спровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут быть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Это 13 глава пророчества Исаии. И нужно заметить, что на тот момент времени, при надвигающейся угрозе разрушения Иерусалима блистательным Вавилоном, это пророчество выглядело, ну, по меньшей мере, смехотворно. Однако у Господа на все свой час и свое время. По улицам оживленного Иерусалима мы можем прогуляться и сейчас, а развалины того же самого Вавилона далеко не вдруг были обнаружены археологами, превратившись действительно в дикую пустыню. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол твой в рот и рот». Напоминание Богу о его вневременности, да, это не просто поэтический пассаж. В нем на самом деле скрыто напоминается и о непреложности Божьих обещаний. Как Бог вневременен и правдив, так и однажды обещанное благоволение к чадам Авраама и дому Давида не может быть им забыто или оставлено. Для чего совсем забываешь нас? Оставляешь нас на долгое время. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древние. Неужели Ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно? Обрати нас, и мы обратимся. Это просьба, плач, требования Израиля к Богу. И он вполне исполнит его. Замечу, что страшное разрушение Иерусалима и Вавилонский плен стали радикальной прививкой для Израиля от любых политоистических поползновений. Об этом свидетельствует и сама евангельская история. Когда к Христу обращаются с вопросом о том, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, он, да, заметьте, с некоторым недоумением отвечает, да, что ответ дан давно в десяти заповедях. И цитирует. Знай же заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Заметим, что Иисус называет вторую часть заповедей, обращенную на взаимоотношения с ближним, но не упоминает первую об отношениях с Богом. Неужели они не важны? Отнюдь. Просто для современников Христа мысль о том, что, так как говорит Господь, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим», или «Не делай себе никакого кумира и никакого изображения из того, что на небе вверху и на земле внизу», да, ну и далее, далее, да, то есть вот сама эта мысль была столь однозначной, да, следование этой заповеди было столь абсолютным, что как вполне выполненная Израилем, да, она даже не нуждается в упоминании. Эти события, произошедшие в рамках как раз богословия истории, как активного взаимодействия Бога и избранной им общины в категориях соблюдения или несоблюдения закона, договора, станут, в общем-то, определяющими для всей последующей истории Израиля и больше истории мира. Именно в этих страшных обстоятельствах звучат слова Бога о том, что не только к Израилю обращено его откровение, а ко всем народам земли, что вместо многократно нарушенного Ветхого Завета он заключит Завет Новый, который пребудет нерушимый и вечно. И в конце концов, да, что потомок дома Давидова, последний царь которого Садыкия, с таким позором был уведен в Вавилон, да, вот этот потомок будет царствовать над миром вечно. Да, огромное количество пророчеств. И этот царь и есть Мессия, Спаситель Христос, Иисус из Назарета Галилейского, царь Израиля и царь мира. Продолжение следует...